Наш город известен своими спортивными достижениями, и на ниве интеллектуальных игр он демонстрирует немалые успехи. Игра «Что, где, когда» имеет здесь своих преданных поклонников, которые и сами хорошо играют, и популяризируют эту игру среди молодежи. Пожалуй, нет лучше способа, чтобы развить навыки сообразительности, эрудиции и коллективной умственной работы, чем играть в «Что, где, когда». Днем за первенство спорили ребята из юношеской лиги, а вечером в малом зале Славянского городского дома культуры собрались представители высшей лиги, чтобы в финале сразиться за лидерство. Человек, который впервые приходит на игру, как правило, уже с этой игры потом не уходит. Он остается, продолжает играть, это затягивает, это спортивно, азартно, в любом случае, по крайней мере, интересно, на мой взгляд. И нравится эта идея тем и взрослым, ограничений возрасте практически никаких нет. Действительно, эта удивительная игра имеет немало секретов. Какой бы эрудиции ни обладали игроки, невозможно объять необъятное, и за минуту извлечь из памяти ответ на любой каверзный вопрос. Но если команда опытная и сыгранная, она выигрывает за счет техники обсуждения. Опытная команда точно знает, как правильно построить работу в течение минуты, и эту минуту они используют всегда максимально. Всего команды отвечали на 36 вопросов. Вопросы были на самые разные темы, от истории до спорта. С самого начала уверенно заявила о себе команда «Мегаполис». Нам очень приятно собираться в такой компании. Игра учит неординарно мыслить, учит по-другому взглянуть на обычные вещи, может быть, даже на детские немножко. И именно этим она привлекает, я думаю, не только в нашем городе, но и во многих других. Очень надеемся, что, как и на протяжении всего сезона, наша команда сегодня войдет в призы. Ну, а если все сложится удачно, то, может быть, даже поборемся за победу. В финале выиграл «Мегаполис». На втором месте команда «Те, кто» на третьем игроки из «Эль» филиала Кубанского университета. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».